В Дворце искусств стартует 18-й турнир спасателей. Он проходит ежегодно и традиционно посвящен профессиональному празднику. Из-за пандемии в 2021-м соревнования отложили, поэтому в 2022-м их ждали вдвойне. В этот раз среди участников, помимо белорусов, и команда из города Побратима Нарафа Минска. Я искренне признателен в пользу руководства города за то, что они продолжают эти добрые традиции, объединение всех спасателей. Благодарен нашим гостям с Российской Федерации, нашим братьям, которые нашли возможность в столь сложных условиях, связанных с пандемией в мире, нашли возможность и поучаствовали в этом турнире. На сцене яркое шоу от пожарных и творческих коллективов города. Обязательный пункт программы – награждение. Почетные грамоты, благодарности, юбилейные медали за достойный добросовестный труд. В зрительном зале – лучшие сотрудники МЧС. Они приехали за главной наградой – Кубком председателя Бобруйского горисполкома. Александр Студнев лично приветствует участников и поздравляет с Днём спасателя. «Начиная от водителя, заканчивая именно профессионалом-спасателем, который каждый день где-то рискует в своей жизни. И мы прекрасно понимаем ту ответственную работу, которую они выполняют». Первый этап турнира – волейбол. Борьба не шуточная, каждый хочет победить. Чувствуется коллективный дух. Соревнования – отличная возможность встретиться с коллегами из разных городов. Гродно, Новополоцк, Речица, Минск и, конечно, Бобруйск. Здесь же и спасатели из Нарафа-Минска. Всего девять команд. «Спорт, он важен, я считаю, для всех людей. Он поддерживается как главой государства, так и вообще спортивное движение, здоровый образ жизни. Он популярен сейчас. И каждый спасатель, ввиду своей деятельности, должен заниматься спортом, быть спортивным. Кто-то играет в волейбол, кто-то посещает тренажерный зал. Для того, чтобы нам спасать человеческую жизнь, мы должны иметь подготовленность физическую в том числе». 18-й турнир спасателей на кубок председателя Бобруйского горисполкома продолжается. В пятницу участников ждет пожарный спорт. В субботу пройдут соревнования по мини-футболу. В этот же день подведут итоги и назовут лучших.